Смотреть можно, конечно, телевизор сутки напролет, тем более телеканал Енисей, но если заниматься серьезными вещами, я думаю, что время на просмотр телевизора не остается совершенно. Вот ты бы, например, если бы была губернатором, как бы ты планировала свой день? Если бы я была губернатором, вот ты завернула. Ну, наверное, я бы сначала команду собрала соответствующую, и раздавала бы указания с утра. Ну, это ты уже как королева себя, наверное, Екатерина Вторая такая, ощущаешь. На самом деле, на самом деле, к этому делу очень серьезно подошли красноярские школьники, как только узнали о том, что объявлен конкурс, вот он называется «Если бы я был губернатором, три моих первых указа». В чем суть этого конкурса, нам расскажут наши гости, которые уже появились в нашей студии, так что с большим удовольствием я вам представляю, педагог дополнительного образования школы самоопределения Любовь Катеринюк. Здравствуйте. И Диана, очаровательная у нас тоже. Диана, доброе утро. Диана Мухабедзянова, участница этого конкурса. Да. Расскажите, пожалуйста, что за конкурс такой, почему мы мимо него прошли? Потому что конкурс проходит в этом году впервые. Школа самоопределения – организатор этого конкурса. Я его придумала буквально месяца два назад, и мы быстренько его воплотили. Спасибо директору, спасибо пресс-службе, губернатору, что они подхватили эту идею. Управление образования нас поддержало. И теперь этот конкурс проходит. Любовь, что вас натолкнуло на то, чтобы придумать такой конкурс? Какие-то недочеты в работе полостей заметили? Или могут быть мечты? Нет, что вы. Дело в том, что мы с учениками школы самоопределения на курсах журналистики, а я журналист по образованию, по своей основной специальности. Участвовали в конкурсе «Если бы я был президентом» – три моих первых указа. И Диана, другие ученики победили. Мы ездили в Санкт-Петербург в апреле. Поездка так нас вдохновила, что после Питера я сказала, что все это обязательно надо у нас проводить, все это перенести на местные реалии, и чтобы ученики рассказывали о том, как они видят продолжение, как видят они будущее нашего. А вот это вот принимаются как-то к рассмотрению? Я очень надеюсь, что это все-таки будет учитываться. Мы обязательно составим выборку и сочинение, что детей больше всего волнует, передадим управление делами. И будущее губернатора, вы знаете, что у нас выборы в этом году будут в сентябре. Конечно, знаем. И губернатор, я надеюсь, учтет все пожелания учеников. А участвовать в конкурсе могут только ученики вашей школы? Нет, конечно, участвовать могут все ученики Красноярска. Мы принимаем работы из Красноярского края, хотя конкурс городской, но им там на местах тоже видно их проблемы. Поэтому мы, конечно, примем все работы, которые поступят на наш адрес. Как будут выбираться победители? И сколько их будет? У нас есть жюри, это компетентная жюри, и прислужба губернатора, и мы привлекаем депутатов законодательного собрания, и журналисты, и пиарщики, и педагоги. Поэтому жюри у нас весомые, мы будем сидеть, отбирать лучшие сочинения, которые пройдут во второй этап конкурса. А будет еще второй этап? Да, будет еще второй этап. Во время второго этапа ученикам будет предложено снять или видеоролик, или презентацию на основе собственного эсэа. Достаточно сложный конкурс. Диана, расскажи, пожалуйста. Конечно, губернатором быть непросто. Уже упомянули, что ты участвовала в конкурсе о президенте, если бы я был президентом. Почему захотелось участвовать, и как было легко или сложно в нем участвовать? На самом деле, поначалу я думала, что будет просто, но когда пришло время защищать свою работу, я поняла, что это большая ответственность. Ведь мне наравне с другими ребятами удостовалась такая честь защищать наш Красноярский край, и я на самом деле немного волновалась. А тебе действительно хотелось бы быть президентом? Ну, даже не знаю, это большая очень ответственность, и, наверное, я бы не справилась, честно. Да и зачем еще? Самый нежный возраст, нужно другим вещам радоваться. Ну, губернатор, мне кажется, это более реалистично. Скажите, пожалуйста, Диана, вы когда писали вот эти свои первые указы, вы представляли себя уже в стенах Кремля? Конечно. А, все, то есть, да, кто-то там подвинулся, и вы уже были на месте президента. Вот тут как раз и ощутилась ответственность. Какие бы вы первые три указа сдали, расскажите нам. Ну, первый указ у меня был о участии наших олимпийских спортсменов на Олимпиаде, то есть создать свои альтернативные игры, в которых могли бы участвовать все желающие, и у нас был бы альтернативный международный комитет Олимпийских игр. Второй бы указ у меня касался дополнительно бесплатных и доступных учреждений для дошкольников и школьников, и последний – белых зарплат рабочих. Хорошие указы. Ну, вроде сейчас везде белых зарплат, или еще нет. Вы, наверное, лучше нас разбираетесь в современной жизни, да? Ну, а губернаторские указы какие? Губернаторские указы я выбрала такие, то есть, чтобы у нас начали заботиться о улицах города, то есть, чтобы они стали чище. Потом какие у меня были указы, так это чтобы у нас в виде как в СССР были тимуровцы, которые помогали пожилым людям. Вот, а последний указ я еще немного дорабатываю, поэтому пока его не скажу. В общем, чисто женские указы, чистота и забота. Ну, да. Ну, почему чисто женские? Чисто жизненные, я бы сказал, указы. Это абсолютно точно, по-моему. Ну, а дома вы секс строите? Конечно. Указы издаете? То есть, родители ходят по линеечке, да, под ваши указы. Вот, Диана, ну, слушайте, а с чем вы тогда связываете свою будущую жизнь? Если уже в таком возрасте вы уже указы... У вас какой-то руководящий работает. Вы уже даете указы, которые напрягают международные отношения. А альтернативные Олимпийские игры, это, я знаете ли, не каждая страна воспринимет. Ну, на самом деле, в будущем я бы хотела связать свою жизнь с астрономией или с какой-нибудь ракетой стройки. Здесь все привела в порядок, в край, в стране, и все, и улетела к звездам. Вот это чисто женская логика, да. Все сделала, все, могу отдыхать. Любовь, скажите, можно ли еще к конкурсу присоединиться? Да, конкурс еще проходит. Отправляйте свои работы на адрес конкурс-губернатор-собака-яндекс.ру. Среда у нас последний и заключительный день, но мы готовы еще день-два сделать поблажки и до конца рабочей недели перенять все эссе. Скажите, пожалуйста, ну вот для ребятишек это просто развлечение или все-таки есть какая-то вот подоплека, чтобы они как-то вот вливались в жизнь, Томаш? Нет, вы знаете, мне всегда очень интересно с детьми разговаривать на такие взрослые темы. Мы привыкли вот в нашей журналистской среде говорить все так серьезно, мы знаем все это подноготное. У детей совершенно другой новый взгляд. И иногда просто диву даешься, насколько они свежо по-новому воспринимают очевидные, казалось бы, вещи. Очень интересно за этим наблюдать. Кроме того, что еще хотела сказать? Я уже терялась. К чему вы подводите детей, чтобы они принимали участие в конкурсе? Как-то развивались, видимо? Да. Я хотела сказать, что еще у них есть общество, и они там рассуждают о взаимоотношениях власти, региональной, федеральной. У нас на курсах то же самое. Мы проходим, и сначала такое у них ощущение еще в восьмом классе, что президент это чуть ли не царь, губернатор тоже все может. И потом, когда мы говорим, нет, вот это вот функции полномочий одной власти, вот это другой власти. И у них уже складывается совершенно иное ощущение. Ну да, они понимают, что есть бюрократия, а это не плохое слово, это термин, который пришел еще там из глубины веков. Это на самом деле серьезная штука, с которой тоже нужно мириться и понимать. Спасибо вам большое, удачи вашему конкурсу, и пусть власть принимает к сведению те проекты, которые представляют дети. В завершение беседы, Диана, что бы вы вот так вот на глазок сразу поменяли в нашей студии? Ну, по-моему, здесь все прекрасно, мне нравится. Спасибо. Спасибо, очень приятно нам. В гостях у нас сегодня были Любовь Катеринюк, журналист-педагог дополнительного образования школы самоопределения, и школьница-участница конкурса Диана Мухамедзянова. Спасибо вам.